Ведущие строительные предприятия области пообещали заморозить цены на материалы, необходимые для возведения детских садов. К декабрю этого года в нашем регионе должно быть построено 13 дошкольных учреждений. Шесть из них в Ярославле. О том, что данная мера дает подрядчику, мои коллеги выясняли, побывав на одной из строительных площадок. На площадке улицы строителей возводится детский сад на 220 мест. Здесь только что закончено испытание свай, оценку вскоре даст проектный институт. Пока же работа продолжается без отставания от графика. Детский сад в Брагино – один из трех таких же соцобъектов, строительство которых ведет компания «Регионстрой». Еще неделю назад свайное поле было сделано примерно наполовину. Сейчас процесс близок к завершению. Здесь завершается забивка свай. Ко вторника мы планируем закончить свайное поле. Сейчас в полном объеме приступаем к изготовлению рострока. Все выходные у нас работает бригада. Мы планируем к середине марта мы закончим полностью железный и железобетонный ростр. Уже на 70% завезены бетонные блоки. Отступление от графика у нас не предвидится. Подрядчиков строительства детских садов поддержали в правительстве области. Его председатель Александр Князьков проинспектировал стройки на прошлой неделе. Узнав, что возможен рост цен на стройматериалы, Князьков добился от директоров ведущих предприятий социально-финансового решения. Заморозить цены на комплектующие для детских садов. Производители готовы поставлять материалы по фиксированным ценам в первом полугодии и даже предоставлять скидки по отдельным позициям под строящиеся детские сады. У нас заключены некоторые договора на материал, который нам необходим в ближайшей перспективе. Ряд предприятий Ярославской области заключили мировое соглашение о заморозке цен на материалы именно для наших объектов, для детских садиков. Я считаю, что это хорошее дело. Оно поможет нам не выйти из стоимости объекта в целом, но и вообще поддержать нас на этом этапе. Теперь для подрядчиков главное не тянуть время заключать договоры на конкретные объемы для строительства. Для этого правительство области выделит 30-ти процентный аванс из суммы подрядных контрактов.